Я вообще в любом деле ценю мнение профессионалов. И те люди, которые сегодня видят больше, чем в архитектурном плане, больше, чем мы дилетанты иногда, это очень важно. Мы очень долго дискутировали по поводу Виадука, который сегодня не только украшение города, но и который сегодня помогает решать очень большие транспортные проблемы. И действительно, выехав с улицы Дьяконова, с нашего Виадука, и здесь у нас очень такая сложная развязка, где сложно перейти дорогу нашим пенсионерам, где сложно перейти дорогу людям, которые с детьми, с колясочками. Ну, о колясочниках я вообще не говорю, об инвалидах. Поэтому то, что в городе Великие Луки, в первом городе Псковской области, предложено сделать подземный переход, это очень-очень важно и нужно. Я это всячески поддерживаю. Честно говоря, я отрицательного мнения в своем кругу об этом не слышала. Я вспоминаю годы учебы в Санкт-Петербурге и приезда в этот город. Это же замечательно, когда ты идешь по переходу подземному, тебе никто не мешает. А здесь я уже знакомилась со всей информацией, что будут созданы все условия для людей с ограниченными возможностями, для детей с колясками, для матерей с детьми с колясками. Поэтому, на мой взгляд, другого мнения быть не может. Важно, чтобы, наверное, на данный момент, чтобы потом было представлено архитектурное решение, чтобы великолучане могли посмотреть, убедиться, что это действительно красиво, нужно. И я думаю, что это все будет для города прекрасно. Я оцениваю это исключительно положительно для города Великие Луки, потому что с введением в строй путепровода действительно здесь получился очень оживленный перекресток. И светофоры, ну что греха таить, они не справляются с таким потоком автотранспорта. И данный перекресток необходимо разгрузить. А для того, чтобы его разгрузить, нужно сделать так, чтобы было удобно и пешеходам, и водителям. Поэтому, наверное, строительство кругового движения и подземного перехода будет действительно очень-очень удобным и необходимым. Во многих городах, в частности и в Пскове, и в других городах, есть круговые развязки, и они очень удобны. Они удобны для водителей, но они не совсем удобны для пешеходов, потому что поток автотранспорта очень серьезный на круговом движении. А вот строительство подземного перехода как раз позволит сделать так, чтобы удобно было и пешеходам, и водителям. А безопасность пешеходов, прежде всего, необходима. Организация кругового движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова позволит обеспечить большую пропускную способность по сравнению с регулируемым перекрестком. Организация подземного пешеходного перехода является самым безопасным вариантом для движения пешеходов, поскольку напрямую исключает пересечения транспортных и пешеходных потоков. Внешний облик города за последнее время очень меняется, и нас очень радует то, что в городе появляются новые современные объекты. И совсем недавно открылся Виадук. Это тоже внесло много изменений. Люди нашего города, им стало более удобно добираться до работы, до учебы. Но в то же время это внесло оживление на нашем перекрестке, который находится рядом с нашей школой. И реконструкция перекрестка для нас как никогда актуальна, потому что большинство детей переходят дорогу именно здесь. И безопасность ребенка, наверное, это самое важное. С появлением подземного пешеходного перехода вопрос безопасности, он будет решен. И решен положительно. Появление нового современного объекта на сегодняшний день, оно становится просто необходимым. И оно нисколько не испортит исторической части города. И мое мнение, что город должен развиваться, должен расти. Мы хотим, чтобы дети возвращались в наш город. А они будут возвращаться только тот в город, который развивается, становится современным. И именно сюда тогда вернутся наши дети. Родители давно об этом говорят. И первое, что всегда возникает у родителя, это безопасность его ребенка. И когда ребенок переходит дорогу, и ты волнуешься, не случится ли что-то, то мы услышали только позитивные отклики от наших родителей. Очень многие родители – это автолюбители, когда они детей привозят на своем автотранспорте. То есть это район Щерса, Герцена. И добираться на работу им приходится через этот перекресток. И утром здесь создается огромная пробка, что мешает родителям вовремя попасть на работу. Перемещение пешеходов и перемещение автолюбителей, оно не будет взаимозависимым. Город должен развиваться, эта инфраструктура должна развиваться, экономика города. И это будет правильно. Я живу в этом городе уже 18 лет, и много улучшений я заметил. Я за перемены. Ведь если в нашем городе что-то строится, меняется, значит, что он развивается вперед. А это очень важно для нас, для молодого поколения. Я уже примерно вижу, как будет выглядеть перекресток Дьяконова-Ленина после реконструкции. Ведь все вот эти нововведения очень важны для нашего города. Я совсем не против, чтобы в нашем городе построили большое круговое движение и подземные переходы. Это современное решение. Благодаря таким проектам наш город будет похож на маленький мегаполис. Редактор субтитров А.Семкин